Приветствую вас. Смотрите, у нас здесь два момента. Первый это агрессия и негатив к противоположному полу, а второе это определенное зажатость в плане стереотипа. То есть, ну, что вот так вот должно быть или не должно, а нормально это или ненормально. Конечно, можно сказать, что у вас много реакционного поведения, реактивного поведения много, можно так сказать. Мне кажется, это будет каким-то искусственным вращением, потому что даже вращебность, о которой вы говорите, она может продиктована быть несколькими факторами и совсем не обязательно, там, ну, не знаю, каким-то одним фактором, да? То есть, может быть, несколько факторов, например, фактор, там, допустим, фактор, ну, какого-то, например, страха, да? То есть, фактор, там, не знаю, напряжения, фактор, там, борьбы какой-то. Вот. Ну, может быть, может быть, вот такой момент. Ну, может быть, и другая история. Хотя, в чём штука может быть? История, как бы, касается, ну, других моментов. Например, например, там, допустим, история касается, ну, ожидания, например, например, ожидания того, что вас, не знаю, будут, там, заставлять или, ну, такое вот ощущение, да, что, не знаю, что, там, я должен, например, вот. Ну, сейчас, не особо важно, что именно, вот, что именно вы должны, но может такой быть, в принципе, вот. Понимаете, да? Ну, я бы сказал, я бы сказал, по крайней мере, что здесь есть нюансы, как минимум, есть нюансы. И с этими нюансами, мне кажется, нужно повзаимодействовать, вот, а не так вот, что просто дать вам совет, да, и как вы просите, и всё. То есть, ну, это немножко так не работает. Ну, вот, как мне видится, всё-таки психологи советов не дают. Психологи больше помогают человеку разобраться с собой, вот, и в данном случае, если вы обращаетесь к психологу, то вам нужно смотреть в сторону того, чтобы разбираться с собой. Значит, значит, про что агрессия, про страх, про угрозу, вот, агрессия, правило, ну, как правило. Понятно, что есть варианты, вот, понятно, что всегда есть определенные нюансы, вот, и я в никаком случае не хочу сказать, что это всегда связано со страхом. Ну, вот, ну, как правило, это страх, значит, 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 соответственно, нужно вам, как мне кажется, этот момент поисследовать, да, то есть, вот, что именно вызывает у вас, там, это негатив и агрессия. Конечно, конечно, желательно ответить на вопрос себя, что хотите с этим делать, ну, уж вот, ну, потому что, если вы хотите что-то менять, это одно дело. Если вы хотите что-то изменить, это один момент. Если вы не хотите ничего менять, это другой момент. То есть, как бы, ну, ну, в какой-то степени вам нужно разобраться в этом смысле, в себе для того, чтобы постараться определить этот момент, вот, постараться понять для себя. Ну, да, понятно для себя, что вы хотите, вот, понимаете, да, вот, понять для себя, что вам нужно. Вот, а дальше уже решать, потому что, ну, сейчас это, вот, выглядит, как то, что, что вы, ну, лишены выбором. Стасович, вот, я бы, я бы так, наверное, сказал бы. Вы лишены выбором, у вас нет, нет, нет выбора. Вы не можете по-другому. Ну, это корректируется в любом случае. Я, если, если вы хотите, конечно, только. То есть, если, если вы не хотите, то тут еще другой момент. Вот, вот, в принципе, то, что хотел бы вам, наверное, сказать сейчас. Ну, вот, такой, вот, такая позиция, по крайней мере. Вот. То есть, такое ощущение, да, что, ну, у вас много достаточно обид. Я могу ошибаться, конечно, на счет этого, да, но, вот, как мне кажется, обид у вас достаточно. Вот, и, естественно, что, если вас все обидает, они будут как-то, ну, они будут как-то влиять на вас, они будут как-то регулировать ваше поведение, они будут как-то направлять вас. Вот, и вопрос весь заключается в том, чего вы хотите. То есть, ну, если вы хотите, там, условно говоря, ну, не знаю, действовать свободно, например. Вот, если вам хочется действовать свободно. Ну, да, ну, если вы хотите действовать свободно. Вот, если вы, как бы, считаете, что вам вот эта позиция помогает, ну, я имею ввиду позиция негативного, агрессивного отношения. Ну, то-то, ну, в какой-то степени это хорошо, да, есть это вопрос. Для чего вы обращаетесь? К психологу, да, зачем вы обращаетесь? Ну, это уже, как мне кажется, определенные детали. Вот. Вот. Такой. Адварь я могу вам сказать. То есть, я сочетую вам, безусловно, сочетую вашей ситуации, мне кажется, что, ну, то, что произошло, то, что произошло в вашей жизни, ну, не должно было происходить. Ну, а вы обратились по адресу, теперь я вам достал сделать следующий шаг и выбрать себе специалиста для консультации. На этом все, надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!